В британском Daily Mail была статья, где Оракус Уолл-Стрит Мередит Риттани молвит, что зумеры-миллениалы проели 21 триллион долларов, вместо того, чтобы обзавестись собственным жильем. Во всем виноваты тосты с авокадо, хотя их приятный цвет научил нас грамотно выбирать цветогамму в квартирке, кое мы арендуем у поколения 50-летних, что не гнушались брать ипотеки и уже их выплатили, пока мы медленно взрослели, да не вызрослели. Но арендуем и арендуем. В яком стиле мы обставляем свое жилище, надо обсудить, ибо, как молвил отец Дизигна Уильям Моррис, не храните у себя дома ничего, что не соответствует определенной цели и не кажется вам красивым. Я Вика Чума, историк искусств, и это мой канал для русскоговорящих и англочитающих. Ты можешь поддержать мой проект финансово по ссылке в описании в один клик, а ли словесно в комментариях и лосах. Я появляюсь на этом канале каждую неделю, ежели задерживаюсь, значит много съемок. Всем стиль. Что для тебя красота? Сей выпуск я веду в рубашке от студия 29 и проекта помощь. На рубашке сей сцепились две ручонки пожилого человека и юнца, як символ связи, обнимательно поддерживающий соучастие и сердечного контакта душ. Примкнув як участник проекта помощь, ты тоже сможешь, як и я, як и мои друзья, помогать пожилым людям встречать день каждый чуть более счастливым. Мы можем собирать продуктовые корзины, мы можем помогать делам, мы можем приобрести енту рубашку. 50% с продажкой пойдут на развитие проекта помощь. Рукавья широкие, як твоя душа. Хлопок белоснежный, як твои чистые помыслы. Помогать другим, янта часть будней. Скачиваю приложение помощь, обнимание осуществляю. Уильям Моррис с точки зрения профессии, мой взятие, с профессиональной искусствовед и художник. Практиковался в переводе и издательстве, поэтировал и поэзировал, но главное на сей выпуск он вытоптал нам в промышленной грязью сухую тропинку в интерьерный дезигны, як явление. Мир его в поп-культурном смысле. Запомнил як чела, что замуцела орнаменты на обоях и цикст-стиле. Родился он в середине 19 века в пригороде Ландона, то есть хрущевку, як изумруд архитектуры не застал, а застал викторианское общество и обеспеченность цизмальства. Учился он не хуже нас с вами в Оксфорде, как говорится, неплохая шарага. Честно хотел стать художником, нарисовал дамочку, а групп критики за рисунок женился на дамочке, которую нарисовал хоть какой-то профит, и поселился с ней в неоготическом здании со стенами из красного кирпича. Спроектировал домишко ему дружочек-архитектор Филипп Уэбб, а наполнением гнезда Вильям сам решил заняться. Он по средневековью угорал, молвил всем, что не там, не в то время родился, а мог бы нужду на улице справлять и по помоям в доспехах бродить, как настоящий рыцарь. На фоне неудачного рождения не в тот век и увлечением габельонами проросли в его гнезде первые орнаменты. Вдохновился Морис и открыл с пацанами компанию по производству мебели, керамики и прочей утвари. Назвали Морис Маршал Фолтнер энд Куа, но, надеюсь, не ругались, чья фамилия за чьей следует. В чем был основной смак их предприятия? Ручное производство. Морис ненавидел индустриальную революцию, а ремесленничество почитал як мать. Аристократия, ну я имею ввиду люди при деньгах, стала приглашать Мориса к себе в дома, чтобы он помог мебель подобрать, камин плиточкой выложить, стеночки, чтобы были не глиномесье дикое, а вот поприличнее. Так Морис стал не только орнаменты сочинять, но целые интерьеры, а дизайнером сам себя обозвал, указав в графе «работа», когда вступал в социал-демократическую партию. Чему такая партия? Уильям мечтал искусство из котла аристократии вылить в тарелки всех британских домов, вне зависимости от статуса. Короче, сказочный сюжет. Это я и про его стиль, и про его идеи. Уильям и пацаны отказались от машинного производства, а ручной труд до того, как придумали фабрики в Бангладеше, все-таки был дорогим. Биш не вышло сотворить доступным каждому, что называется, «Вафли красная цена» придумают в другом веке. Ну, правда, ну не туда родился. Вещь от Мориса требовала качественных материалов и индивидуального проекта. Ковры ткали на традиционных станках, рисунки руками, ради цвета убивали свеклу. Цены были сочнее спелой хурмы. Исключением стали сосекские стулья. Их ценник был приемлем, а потому они ушли в народ. Но все же образование, ребята, я не про бумажки, а про почву. И у Мориса она была наполнена идейным перегноем искусствоведа Джона Ревскина. Джон молвил, что мир предметный, показывает моральное состояние общества. И вообще, надо быть верным природе, иначе ты урод крайне в списке. Морис и пацаны решили, что эстетика вокруг будет совершенствовать личность человеческую. Такое настроение, знаете, гляжу на пень, вижу мудрость. Гляжу в зеркало, исчезла. Эстетика его прорастет в Арну Во, где любят эльфов и цветочки. Его бренд The Morris & Co. существует и сегодня. С использованием современных технологий. То есть, он все-таки сделал искусство доступным. Но иронично все же, что Уильям Морис ненавидел фабричное производство. А сегодня его кропотливо созданные орнаменты простецки печатают на кружках, блокнотах и салфетках. Морис изобрел промышленный дизигн, но як и все в этом мире, на самом деле промышленный дизигн изобрели зумеры. Сегодня гостиная Красного Дома Мориса мне напоминает хаты на циане по 300 тысяч за месяц. А если брать токма ковры на стене, то хамовники от бабули за 90. Что для тебя красота? Стремясь вернуть быт к великолепию средних веков, Морис сделал все вообще не средне. Первые его обои-рещетки дизигнерски были срисованы Морисом с розового куста его собственного сада. В разработках орнаментов он вдохновлялся грабюрами и гербарием 16-17 столетия, старинными рукописями о животных и птицах со страниц средневековых коник. Всего мануфактура Мориса выпустила 50 его собственных оригинальных разработок и 49 видов обоев, разработанных иными художниками. Сам Морис обои не любил и в оформлении своего дома использовал текстильную драпировку. Вайп его характера мы уловили. Так я там что-то про стулья молвила, как будто бы, да? Сусексские стулья Мориса, докатившиеся до народа, созданы были в традиции английских сельских домов 18 века и в стремлении облагородить быт простого людо. В народе величали их мебель добрых горожан. Ладно, вы, не чурая сплетенного надпопника, захотели себе такой стул в интерьер, да? На развалах, на сайтах, слышите? Ну или просто какие-то пародии современные. Но вы вдруг подумали, да? А осознали? А что, я тут гарнитур, что ли, буду собирать? Времена какие? Можно и трусы с бюстгальтером разного цвета носить, можно и стулья в столовую не одинаковые ставить, ба. Один цвет разный дизигм, один стиль разный дизигм, один материал разный дизигм, один дизигм разный цвет, разный визуальный вес, разная высота. Если вы извините, а ли у вас какие-то иные фетиши, вы каблучиваетесь, як хотите. Но, если хотите вы каблучиться мощно, я вам подскажу в кафешке с друзьями, в гостях где-нибудь, як показать свою интеллектуальную мощь, поведаю о культовых стульях, а кроме того, какие-нибудь современные копии, пародии, а ли даже реалии, возьмете себе. Информационно вас снабжаю. Что для тебя красота? Рэдблю Чеа выпылил нидерландский архитектор, один из основателей стео-неопластицизм, Герри Томас Ридвельд. Дизигм разработал в 18-м, в 21-м дропнул на публике. Выглядит супрематично, но не сидибельно, а есть и сидибельный, и супрематичный. Стул Б3 в Си-и-и. Стул Б3 пока еще не в Си-и-и-и-и, был создан Марселем Брэером, а не московскими фотостудиями с белыми циклорамами. Брэер преподавал в школе Баухауса, Германии, считай в центре модернистского дизигна. Он в 25-м разработал стул складной из стальных трубок, на манер тех трубочек, из которых был сотворен стул его лесопеда. Ну катался на велосипеде каждый день на работу И такой какой-то раз вниз поглядел Бау, это каким-то каркас Легкий, удобный и недорогой Стул Б3 стали продавать уже в 26-м Стальные трубки як идеи на мебельный дизигн Окажет еще мощное влияние знатное К тому же як удачно их научились Соединять бесшовно Эстетика, понимаете? Но як стул зваться стал в Силе Там, где остальные учились в Силе Кандинский преподавал Видит он як-то в коридорах Баухауза А як брер свой стул собирает И молвит, ба, дайте такое же А брер для вас в Силе Для тебя, Вася, хоть звезду с неба Ну примерно В 60-е историю сию узнал Динга Вина А у него своя мебельная фабрика была Получил он от брера лицензию на стул И прибавил к названию Василий Но это все в раке-чебуреке По снимкам 20-х видим, что стулья такие были повсюду А у Кандинского-то в доме Вот как раз вообще другие То к чему на самом деле Василий? Скажи в комментах Поперчу я интригу психоделам Ильза Гропиус Вторая жена Вальтера Гропиуса Основателя школы Баухауз На своей карточке Изображение стало иконой Побоюсь этого слова Движение Баухауз Я бы такой иконки-то свечку ставить побоялась Однако на ней Маска Оскара Шлемера И платье Лиз Бейер Тоже из их шайки Баухаузной Косплей тебе На следующий халавин Что для тебя красота Маршель Брэр Зайдется со своими стульями вовсю В 28-м Б-32 Сорудит на гнутых ножках Интерпретации Репродукции Копии этого стула Совсем легко встретить Не забудьте при случае Опомянуть Дизигнера И заодно Поведать о В Зилии О знаменитых креслах Ты можешь почитать В моем посте В телеграм-канале Вика Чума Вечеринка А вентом выпуске Пройдемся финально По иным стульям Пантен Чея Ветра Первый в истории стул Из куска пластмассы И без ножек Стул от датчанина Вернера Пантена Стал символом 60-х, 70-х Когда все осваивали космос Изобретали новые полимеры И не забывали Раскрепощаться Эротически Многозадачные были ребята Форма стула Намекает Не то на язык Не то на женский силуент Пока все уточняли идею Стул стал героем Рекламных кампаний И глянца Обнаженная Кейт Мосс Даже восседала На Пантен Чея В обложке 95-го Фотограф Брайан Даффи Сотворил серию снимков Под названием Как соблазнить своего мужа При участии певицы Аманда Лир Она раздевалась Сидя на ярко-красном Пантен Чея Или подле него Она еще сидела Но ни разу не показалась Обнаженной в кадре Идеальный стул Для ваших Целомудренных Стрип-шоу Он и в коллекциях Мировых музеев Дизигна есть И как покупка Подценникам Да Позволителен Приобщиться к высокому Искусству Можно с версией Витра Она в матовом Поле пропеления Детская версия Привьет еще и Вашему ребенку Вкус Мой милый миленеал Не бойтесь его Миксовать С иными стульями В ансамблях Он даже как-то скучен Из пластиковых Вы встречаете На озоне Луи Гост Появился в нулевых Был придуман для ресторана Конг В Париже Филиппом Старком Кажется, что сие Дизигна без Дизигна Но Старк Обращается к эпохе Людовика XVI И Марион Тонеты Интерпретация Кресла Медальона XVIII века В недорогом Прозрачном пластике Ирония Потому еще и призрак Потому что прозрачен Удобен в малых пространствах Потому что визуально Да, не захламляет Воздух А коли вы из тех Кому пластик претит А древо Ломается и гниет Два металлических Эпохальных стула Напоследок Новичия Спроектирован В сороковых По заказу Аж ВМФ США А ныне Икон американского Дизигна Цельнолитный Легкий Огнеупорный Алюминий 150 лет гарантии Переживет всех А потому его так любят В библиотеках Комнатах Словесного Бессмертия Еще правда любят его В полицейских участках И тюремных камерах Но здесь уже Суть в его Вандалоустойчивости Архитектурно Он солидный В своем промышленном шике И скрытой элегантности Ибо форма Его по легенде Солеплена По меркам Актрисы Пина Бетю Грейбл О ла ла Заключительный На сегодня Попсовый И архетипичный Толикс Чея Знаменитый стул Для бестро Созданный Ксавье Пошаром Предназначался Для оформления Палуб Трансатлантического Лайнера Нормандия Что-то вдохновляющее Романтическое До 70-х Правда Поставлялся Пивоварнями В пабы В обмен на Возможность Сбыта пива Что-то вдохновляющее Коммерческое Он уже Не алюминий А тяжелая Оцинкованная Гальваническая сталь Не признающая Ни ветер Ни коррозию Сия машинная Эстетика Встречается И в гараже И в кафе И в городской Квартирке Стул Савонаролле От возрождения Не предлагаю Из прошедших веков Любы мне Виндзорские Короче говоря Ни одним Венским стулом Единым Современное Искусство Уделяет Стулу Внимание Актуализирует Идею Пустого Места Символа Опустошенности Покинутости Внезапного Ухода Али наоборот Ожидание Созерцание Уденение Принадлежности А на чем Ты сидишь Я Вика Чума Всем стиль Так что для меня Красота Может что это В одном Может что это В бокалях Может что это Со льдом